25 июня в 13.06 на пульт пожарной охраны поступило сообщение из ДГБ-2 о том, что к ним поступил мужчина, 54-го года рождения, с ожогами третьей степени, ну, всего тела. После этого, соответственно, мы выехали по адресу, где проживал данный человек, предварительно было установлено, как бы сообщили о том, что произошел взрыв бытового газа, и мы, соответственно, выехали все службы жизнеобеспечения на данный, ну, так скажем, на данный адрес Березовая-9. Это у нас в городе? Это РП Новая-Майна. Так. Вот. После этого было установлено, что действительно произошел взрыв бытового газа, то есть предварительно, как установлено уже, что из-за семейных проблем мужчина открыл газовую колонку, и после этого, когда, видимо, скопилась концентрация газа, соответственно, поджог. Произошел взрыв, ну, мгновенный взрыв. Как такового горения не произошло в доме. Единственное, немного отошла одна наружная стена, ну, из-за того, что перекрытие деревянное, оно его просто подкинуло, и как бы на этом все. То есть ожоги-то он в ходе взрыва? Ну, ожоги он получил в ходе взрыва, да. То есть он даже, когда соседи подбежали, он сам открыл им дверь, вот, и после этого его, соответственно, увезли в болицу. То есть о том, что, как бы он, как он сделал, это он сам рассказывал? То есть каково его состояние? Ну, он был в шоковом состоянии, поэтому, как бы, установить, что, ну, в доме он был один. И там лежит как раз газовый ключ, которым он отсоединил шланг от газовой колонки. Открыт, был установлен, что газовая колонка открыта, и одна газовая конфорка, газовые плиты была открыта, включена. И после этого, и плюс, вот, возле ванной лежит, так скажем, фитиль, который он поджег. Ну, нет, он, то есть какой-то провод оторвал, и на него намотал тряпку. И потом поджег. Дом, я так понимаю, частный? Дом частный, да. Соседние дома как-то пострадали? Нет, соседние дома не пострадали. Сейчас какие действия проводятся? Ну, значит, материалы находятся в следственном комитете, там, там дальше, там, полиция будет разбираться. Продолжение следует...